Этот концерт Рахманинова Эльмира играет в память о своем учителе, наставнике и друге Владимире Конине. Принять его уход тяжело. Не помогают ни стены класса, ни фортепиано, ни даже музыка. В этом классе всегда царило спокойствие, доброта, любовь. Он очень много нам дал. И сейчас чувствуется такое опустошение, не хватает. Ну, опустел сразу класс. Не хватает этой души. Он нажил в нас всю душу, всю любовь. Владимир Конин всю свою жизнь посвятил служению искусству. Его талант педагога боготворили. Умением никогда не отказывать в помощи поражались. Его голосом восхищались. Каждый раз, выходя на сцену, Владимир Конин отдавал частицу своей души. И даже тяжелая болезнь не сломила артиста. Пел он до последнего. Этот человек обаятельный, красивый, замечательно, прекрасно он мог ориентироваться во всем. И не только в музыке. Он очень много знал. Он обладал великолепным просто по красоте, по объему голосом. Его всегда сравнивали с Лещенко. Если мы говорим о том, что мы рождаемся для того, чтобы что-то сделать на этой земле, то он сделал. Он принес музыку, вокальную музыку. Он вложил туда все свое сердце, всю свою душу. И голос его был прекрасен. И он пел до самого конца. Даже когда он был очень болен, это единственное, без чего он не мог обходиться. На последнем конкурсе, когда я здесь была, я слышала, он пел. И я удивилась, что он все-таки был не совсем здоров. И уже в таком возрасте, ну так, самозабвенно пел. Просто, вы знаете, я поразилась. Думаю, голос-то звучит. Вот у больного человека, кажется, душа-то, она же не болеет. Она ведь поет. Посвятился я полностью до последних дней буквально служению музыке и искусству. Когда мы с ним в начале сентября разговаривали о планах, я говорил, ну ничего, Владимир Васильевич, отдохнете еще? Я говорю, как настроение работать? Он говорит, да, я хочу еще работать. У меня еще много творческих планов. И действительно, он два раза в год давал сольные концерты. Хоть у него и состояние здоровья уже и не позволяло, но он жил на сцене. И это вот как настоящий артист, хочется проводить его аплодисментами. Владимир Алексеевич будет похоронен в городе Кстово Нижегородской области. Память о нем навсегда останется в сердцах нижнекамцев. Наталья Лушникова, Евгений Лызаев, Новости НТР.